Тракторы, камазы, уборку территорий в Лазаревском проводят масштабно. Эти кучи мусора сегодня исчезли с территории Верхнелаосского сельского округа. Радует, что общественность работает совместно. ТОСы активно принимают участие, мониторят, сообщают. И нам удается оперативно ликвидировать. Нарушителей мы выявляем, наказываем, потому что засорение территории недопустимо. Город Сочи, город-курорт мирового уровня, мы должны держать уровень. В чистоте и порядке теперь и местный стадион. Футбольное поле здесь существует с советских времен. Заброшено оно не было, но и не соответствовало современным стандартам. Чтобы сохранить спортивный объект, здесь решили построить физкультурно-оздоровительный центр. Инвестор уже завершает отделочные работы. Сдача намечена на сентябрь. Гостиница, бассейн, трибуны на 1100 мест, современное футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки. Все это будет в распоряжении и местной молодежи. Для наших детей, конечно, это предел мечтаний. Чем больше детей, молодежи будут заниматься спортом, независимо, футбол, баскетбол, волейбол, любой вид спорта, он подразумевает то, что ребенок развивается в социально правильном направлении. Это для нас, для населения, самое главное. Создача этого комплекса, он уже планируется круглогодичный, соответственно, вся инфраструктура, которая вокруг, она заработает. Мы на это надеемся и мы уверены, что действительно пойдет развитие, потому что на базе этого комплекса планируется, ну, в плане эксплуатации, планируется и проведение спортивных сборов. Для местных ребят здесь обещают открыть спортивные секции. Контроль за строительными работами, как и за санитарным состоянием района здесь ведет как руководство администрации, так и представители ТОСа.